Город, надзирая за нами, великий брат практически сочит. И это уже не жарт и не мемы, а маль что повсюдно можно натыкнуться на камеры. Обгрунтовывают, что для нашей же безопасности и регулирования трафика. Однако Минск протягивает стоять у заторах, а злочинцу не за все-таки отремовываются знайсти. Как не стать закладником социальных сеток? Что надо делать, чтобы оборонить свои персональные дадены? Размавляем с Алексеем Кузлюком с командой Human Constance в проекте «Хай-Ток интервью наоборот». Ты занимаешься личбовой приватностью, обороной персональных даденых. Скажи мне, у чем розница с теми правами, которые мы имеем оффлайн? Ну, это такая очень условность большая, цифровые права, цифровые свободы. На самом деле это все те же права человека, только в цифровую эпоху. То есть вопрос в том, насколько мы там научились защищать наши права в обычном, в реальном мире, и насколько сейчас нам нужно научиться это делать в виртуальном мире. То есть это все про виртуал? Ну да, скажем так, у нас есть там… Раньше мы выходили на улицы, да, пытались протестовать. Сейчас нам проще, может быть, где-то собрать какую-то группу, подписать петицию и так далее. И, возможно, результат будет тот же. Как бы мы становимся заметными и в онлайне тоже. Вот, собственно, про то, какие у нас права есть, которые были раньше. Да, вот в моем случае это приватность, да. То есть мы знаем, что такое, да, когда кто-то подходит, в окно заглядывает, мы там вешаем шторки, еще какие-то вещи делаем. Ну, то есть мы не пускаем, ставим замки и прочее. А что делать в виртуальном мире, да, то есть кто и когда заглядывает к нам в окна, и, собственно, как мы это можем отследить, и как с этим можно бороться. Вот, собственно, мы про это думаем. Але зараз век интернета, и я так разумею, что интернет это в уголе такая здоровенная база приватных даденых, куда мы просто сами скидываем. И вот люди только недавно стали про это задумываться, практически, коли отбылся скандал с Фейсбуком, за что его оштрафовали. Вот у чем там была ситуация, за что я натремал 5 миллиардов доляров штрафу? Ну, вообще, на самом деле, про это думают давно. Ну, вопрос только в том, что, ну, чего-то придумали не так давно. С Фейсбуком была же вот эта ситуация с Cambridge Analytica, когда вот это было вмешательство в выборы и прочее, когда подозревали, что, собственно, какая-то компания была построена на том, чтобы вытянули данные пользователей из Фейсбука для того, чтобы проанализировать их, ну, условно, характер предпочтений и прочего, и давать им именно такую политическую рекламу, которая бы смогла их привести к какому-то определенному выбору. И, как бы, все к этому привыкли, когда нам, там, втюхивают эту рекламу, да, когда нам продают, там, пылесос или, там, не знаю, газонокосилку, которую, вот, которую вот прямо нам под наше предпочтение подсовывают. И эта манипуляция, она считается вроде нормальной. Когда ребята в правительстве, там, в данном случае в американском, поняли, что точно так же можно продавать своих кандидатов, да, каких-то, то вот такого избирательная система уже не потерпела. Ну, то есть 5 миллиардов – это штраф за вот это вот… за то, что те же технологии, которыми нами манипулируют в коммерческих целях, были использованы в политических целях. То есть отремовываются, что у нас постоянно анализуют наши интересы, наши затекавленности и просто нам подсовывают то, что, как быцем бы нам не было. Ну да, одно дело, когда вам пытаются что-то продать или навязать какую-то идею, не зная у вас ничего. А другое дело, когда они собирают информацию, там, про семейное положение, там, про сексуальное предпочтение, про все, про все, про все. Этой информации полно в интернете. Мы сами ее, собственно, отдаем соцсетям, каким-то другим сервисам. И вот, когда используют информацию, нам, в общем, втюхивают то, что надо, идеи либо товары, либо еще что-то. Ну, собственно, это работает. И в этом есть проблема. Это тоже вмешательство в наш свободный выбор, ну и, собственно, вмешательство в нашу частную жизнь. И, гляди, ну, зараз, кроме того, что без интернета на полно уже не мог чему обойстись, особливо, там, у век вот информатизации, технологизации, я так разумею, что наши разные, там, телефоны, айпады, планшеты, все, что за угодно, так само представляют некую небеспеку. То есть, до прикладу, что дотыщится лихтарика. В общем, лихтарик, завышенный лихтарик, может быть небеспечным. Ну, скажем так, не то чтобы девайсы являются какими-то опасными, но вопрос в том, что на них установлено и какую информацию мы им доверяем. С фонариками смешная ситуация, да, когда вы, вроде как, зачем, ну, то есть, жмете на кнопку, включается фонарик. Но когда вы устанавливаете это приложение у себя, там, на андроиде или еще где-то, он просит доступ к вашим контактам и к вашей геолокации. Вопрос, зачем фонарику для того, чтобы светить вам дорогу, еще и знать вот эту всю информацию. Слишком много сейчас приложений, которые, ну, помимо своих основных функций, они еще, как бы, выполняют функцию такого, там, микро-шпиона у нас в телефонах. Ну, они собирают эту информацию и продают в коммерческих целях. Каждый может по-разному к этому относиться, но, как бы, в итоге это создает вот это вот общество, там, да, наблюдения, ну, и вообще то, что называется surveillance capitalism, когда за нами следят постоянно для того, чтобы, там, предложить нам какие-то услуги или товары, когда мы будем к этому максимально предрасположены. Точно так же нам могут втюхать какие-нибудь идеи политического характера. Про злихтарик, супер. Ну, да, 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 да. Ну, то есть, куча таких примеров, когда, там, приложение погоды вроде говорило, что нет-нет, мы их просто собираем данные, никому не передаем, а потом оказывается, что они, собственно, продавали это в больших масштабах. Вопрос в том, что не то, чтобы за каждым из нас пытаются следить, хотя это тоже бывает, но вопрос в том, что за нами следят условно как за потребителями. То есть, не важно, как нас зовут, важно, чтобы мы в какой-то своей массе, в общем, последовали, ну, не знаю, там, купили какой-то товар или повелись на какую-то идею. А что отыщется таких разных забавляльных штук? Там, например, онлайн-тесты зараз постоянно пропоновываются там, в том же Фейсбуке, на полной ВКонтакте, вот, альбо то популярное, что стало Фейсап, и кем все коррестались, вот, что с гэтым? Ну, вот, собственно, скандал с Фейсбуком, он с этого и начался. То есть, Cambridge Analytica, то есть, они делали тесты, которые, в общем, люди заполняли. Когда вы заполняете тест в соцсети, вам предлагают поделиться какой-то информацией. И это, как правило, вся публичная информация, которая есть в вашем профиле. Эта информация где-то собиралась, плюс к ней добавлялась информация из публичных профилей, там, всех друзей, и потом это все анализировалось. Собственно, проблема в том, что большинство таких тестов, там, не знаю, кто я в Игре Престолов или, там, какого цвета я мишка в, там, не знаю, в каком-нибудь мультфильме, это все для того, чтобы собрать ваши данные, а не для того, чтобы дать вам какую-то релевантную информацию. И вот, ну, как к этому относиться, каждый решается самостоятельно, но, вообще-то, это в итоге может быть использовано против вас. А гляди, ну, в городе усталевывается все больше и больше камер. Кажут для нашей беспеки, а ли, ну, делить шагу на самой справе такая колькость вот этих махчимостью отсечить человека? Ну, то есть, с одной стороны, да, безопасность, безопасность, с другой стороны, хотим ли мы жить в таком городе, в котором каждый наш шаг будет где-то записываться? Это совсем не похоже на, там, вот это вот оффлайновое общество, да, в котором, ну да, нас увидят соседи, как мы идем по улице, видит еще кто-то, но это никогда не собиралось в одном месте. А сейчас есть возможность со всех этих камер, там, за счет распознавания лиц и так далее, отследить вообще практически каждый наш шаг. Может быть, это хорошо для некоторых, то есть, кто-то чувствует себя в безопасности. С другой стороны, собственно, Минск не такой уж опасный город всегда был. И нужно ли нам при этом еще тратить кучу денег для того, чтобы сделать нашу жизнь вот такой, типа, жизнью под постоянным наблюдением? Ну и, собственно, вопрос такой, а кто будет наблюдать за наблюдателями? То есть, кто будет контролировать тех, у кого есть доступ ко всем этим огромным данным? И в Беларуси это все еще серьезный вопрос, которым занимаются правозащитники. Вот я себя очуваю, когда выхожу в город героиней фильма про Борна. Вот из-за этих камер. Алексей, спасибо тебе за чудовую разговор. Спасибо. Спасибо. Будьте удумливыми, какой информацией вы делитесь с глобальной сеткой интернет. Ваши персональные дадены – это вы. Не дозволяйте делать выбор за вас. С вами была Христина Чернявская, Александр Либертад. В проекте «Зеленого портала» HiTalk – интервью наоборот. «Зеленого портала»